Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В общем, человек пишет, что в её стране не принято целоваться и обниматься до свагбы. Она поссорилась со своим парнем именно из-за того, что он хотел как раз таки до свадьбы её целовать. И в том числе в Индии. Автор вопроса пишет следующее. Она пишет, что он устроил ей что-то типа скандала. Обвинял её, говорил, что ты мне не доверяешь и так далее. Значит, она сказала, что хочет увидеть его в последний раз. Вот, поехала к нему домой, там она её стала целовать. Видимо, пытался довести до Индии, но не вышло, не получилось. Вопрос ушла. Вот, ну теперь она говорит, что ей очень стыдно, что она не может смотреть в глаза, значит, своим родителям. Вот, и не знает вообще, что с ней было, вот как будто бы только сейчас она опомнилась. Вот, и говорит о том, что он не может, значит, себя простить. Значит, вопрос автор не задаёт и, соответственно, в чём конкретно она хочет, чтобы мы ей помогли, не очень понятно в данном случае. То есть, какую проблему вы хотите решить, да? Хотите ли вы решить проблему, допустим, проблему стыда своего? Вы хотите решить эту проблему, например? Хотите ли вы решить проблему отношений? То есть, вот как, например, ну, как получилось, как получается, что вы вот оказываетесь, оказались в данном случае. Точнее, в таких отношениях с человеком, да, которые вам вот очевидно не подходят. Как получилось, что вы поехали в квартиру к, ну, к мужчине, да, и говорите, что вот она, квартира, в смысле, ужасно. Вот. И... Там... Там... Всё очень плохо. То есть, налицо имеет налицо противоречия. Вот. Ваша противоречия. И, на мой взгляд, вам нужно это противоречие признать. Вот. То есть... Ну, постараться признать, что данное противоречие у вас имеет место быть. То есть, вы, вы вроде как, с одной стороны, придерживаетесь определенных, значит, ценностей. Вот. То есть, у вас есть определенные ценности. А с другой стороны, факт такого рода отношений свидетельствует о том, что, возможно, вам хочется чего-то другого. То есть, этот факт свидетельствует о том, что, возможно, вы нуждаетесь или тяготитесь, или вам не хватает чего-то ещё. Ну, чего-то другого, чего-то другого вам не хватает. Вот. Только вопрос здесь заключается в том, как мне кажется. Вопрос заключается в том, чего именно. Вопрос заключается в том, чего именно вам не хватает. Вот. В чём вы нуждаетесь? Что это за противоречия? Насколько вы чувствуете себя свободным вообще по жизни? Вот. Не чувствуете ли вы то, что на вас давят? Не чувствуете ли вы, что за вас тут решают? Не чувствуете ли вы, что стараетесь поступать постоянно правильно? Не чувствуете ли вы, что хотите, ну, быть хорошей, например? И так далее. Ну, чрезмерно, чрезмерно быть хорошей. Вот. То есть, вот такая какая-то здесь история имеет место быть. Дело в том, что то, что вы описываете очень похоже на вот такую проблематику, о которой я говорю. И, соответственно, подобные отношения и стали проявлением как раз вот некого вашего конфликта. Внутреннего напряжения, скажем так. Поэтому, ваше напряжение, желательно, ну, желательно найти, вот и помочь вам его разрешить, вот, чтобы вас это не беспокоило, ну, не беспокоило. Понимаете, да? Вот, вот я думаю, ну, я думаю, по крайней мере, что именно вот в таком ключе вам можно двигаться. И это позволит вам решить ваши трудности как раз. Ну, по крайней мере, вот. С моей точки зрения так. С точки зрения психотерапия. Так. Другой вопрос. Другой вопрос. А хотите ли вы этого, вот, то есть, ну, как бы, хотите ли вы над собой работать, хотите ли вы в себе разбираться? Вот, это вопрос, если хотите, то с большим удовольствием мы вам поможем и так далее. А, само собой, само собой, чтобы вам, ну, чтобы вам иметь возможность, ну, смотреть в глаза своим родителям, например, то вам нужно для начала себя простить. А для того, для того, чтобы, для того, чтобы себя простить, вам, на мой взгляд, нужно себя принять. Вот. Чтобы, чтобы себя принять, необходимо заметить, необходимо заметить, чего вы хотели. Когда, ну, когда делали это. Ну, то есть, вот, когда действовали так, как действовали, поступали, так, как хотели поступить и так далее. То есть, это всё, как мне, как мне кажется, не сложно. Если вы, ну, если вы хотите этим, этим, если вы хотите этим заниматься, вот, это не трудно, не трудно, на мой взгляд. Главное, чтобы вы, ну, были нацелены. Главное, чтобы вы были нацелены именно на работу. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот, эээ, как-то, как-то, как-то так, я бы вам ответил бы сейчас. С точки зрения психологии, с точки зрения, эээ, психотерапии, и с точки зрения своего опыта. Безусловно, если вы испытываете конфликт, эээ, ну, скажем, духовный конфликт, например, вот, то вам имеет смысл, и я хочу обратиться к представителю вашей, так скажем, конфессии. Ну, вот. Чтобы он вам помог эту ситуацию, эээ, ну, разрешить. Вот. Чтобы он вам помог, эээ, ну, вот, эээ, в себе разобраться. Я думаю, я думаю, что, опять же, эээ, сложного здесь ничего особенно нет. Ну, кроме только, кроме только вот того, что у вас, эээ, ну, ну, могут быть, эээ, скажем так, определённые, эээ, ну, определённые сопротивления, если вы можете сопротивляться. Ну, это, как мне кажется, опять же, это не является, эээ, вот, проблемой. Вот, как-то так, пожалуй. На этом всё, я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Я хотел бы пожелать вам всего, эээ, всего самого доброго, удачи, эээ, обращайтесь, эээ, за, эээ, помощью, ээээ, будем рады вам помочь. Будем, будем рады вам помочь. Всего самого доброго. Продолжение следует...